Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей за неделю. С вами Ольга Костина. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Исполняющий обязанности главы подмосковной администрации Андрей Воробьев официально зарегистрирован для участия в выборах губернатора Московской области. Министр экологии и природопользования Московской области Анзор Шамахов посетил закрывающийся полигон твердых бытовых отходов Быково в Павлопосадском районе. С визитом в Электрогорске побывала лидер Народной партии «За женщин России». Встреча администрации с застройщиками и подрядчиками состоялась вчера в детском саду номер 35. Состоялась встреча главы города Игоря Красавина с жителями дома номер 35 по улице Советской. В актовом зале администрации прошло заседание антитеррористической комиссии. Ответ на вопрос, почему во вторник из наших кранов по улицам Горького и Ухтомского не потекла обещанная горячая вода. 17-й туристический слет, участие в котором приняли команды предприятий, учреждения и организации нашего города прошел в минувшие выходные. В пришкольном лагере лицея прошла интеллектуальная викторина «Заряди мозги». Сильнее всех лета ждали дети, и на этой неделе в садике «Гнездышко» в честь любимого времени года устроили веселый праздник. Хоть лето в самом разгаре, в городе полным ходом идут работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Кроме этого, продолжается облагораживание пешеходных зон города. Продолжается голосование за Коломенский Кремль и конкурс «Наша Подмосковья» на премии губернатора Московской области. Результаты игр по футболу в нашей еженедельной рубрике «Спорт». Кандидат от «Единой России» Андрей Воробьев первым из 16 претендентов завершил все установленные законом процедуры и сдал необходимые для регистрации подписи муниципальных глав и депутатов. Подробнее об этом смотрите далее. Исполняющий обязанности главы подмосковной администрации Андрей Воробьев в понедельник, 15 июля, официально зарегистрирован для участия в выборах губернатора Московской области. Таким образом, кандидат от «Единой России» первым из 16 претендентов завершил все установленные законом процедуры и сдал необходимые для регистрации подписи муниципальных глав и депутатов. Андрей Юрьевич Воробьев, на мой взгляд, один из самых грамотных, опытных, энергичных и, что немаловажно, молодых руководителей. Много можно говорить о делах и то, что намеревается сделать в Подмосковье. Я хотел бы коснуться непосредственно нашего города, Электрогорска, тех вопросов, которые наиболее всего волнуют наших жителей. Нашему городу, благодаря, я бы сказал, упорной работе администрации, ну и, конечно же, благодаря непосредственно главе нашего города Красавину Игорь Петровичу, удалось войти во многие программы, которые уже реализовываются и будут реализовываться. Уже несколько месяцев в интернете существует сайт сторонников Андрея Воробьева, где каждый желающий может отдать за него свой голос. Пользуясь случаем, хочу попросить жителей нашего города, которые неравнодушно относятся к судьбе нашего города, которые считают себя сторонниками Андрея Воробьева, зарегистрироваться на его сайте Воробьева в 2013. Там, кстати, вы можете более найти полную информацию о программе нашего губернатора. Присоединяйтесь. Выборы губернатора Московской области пройдут 8 сентября в единый день голосования. С какой целью приезжал к нашим соседям министр экологии и природопользования Московской области, вы узнаете из нашего следующего сюжета. В рамках реализации программы «Наше Подмосковье» и во исполнении поручений в РИУ губернатор Московской области Андрея Воробьева, к началу июля в Подмосковье прекращено функционирование трех полигонов твердых бытовых отходов в Химках, Электростале и Раменском районе. Недалеко от нас, в 24,5 километрах от Электрогорска, в деревне Быково-Полпосадского района, расположен полигон ТБО. Основанный более полувека назад, полигон является местом утилизации мусора со всего Полпосадского района и окрестностей. 12 июля его посетил министр экологии Московской области Анзор Шамахов. Данный полигон попал в число закрываемых объектов из 24, по которому есть поручение губернатора Андрея Воробьева для того, чтобы привести данную отрасль в порядок и, так сказать, снизить экологическое воздействие на окружающую среду. В своем послании «Наше Подмосковье» Андрей Воробьев уделяет большое внимание экологии нашего края и решение вопроса свалки, волнующего всех соседей Быкова, самой проблемной точки Полпосадского района, стало значимым шагом в борьбе с загрязнением окружающей среды. Войти в областную программу по рекультивации и, конечно же, с Министерством экологии смотрим перспективные возможности строительства мусороперерабатывающих заводов по современным технологиям. Теперь мусор, прибывающий на Быковскую свалку, будут сортировать с помощью специальной станции, установленной на полигоне, и перевозить на Тимоховский полигон в Ногинске. Быковский полигон вошел в состав 24 полигонов, которые с августа этого года будут законсервированы. Быковская свалка не будет принимать мусор для утилизации, пока на ней не будет проведена полная рекультивация, то есть комплекс работ по экологическому и экономическому восстановлению земель полигона. Следить за этим будут с помощью веб-камер, установленных по периметру полигона, данные из которых будут напрямую отправляться в Министерство экологии Московской области. 18 июля заместитель главы администрации Федор Балицкий провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Каждый житель города мог обратиться с просьбой в решение проблемы, оставить свой наказ или задать интересующий вопрос. Вот обидно, знаете, что приезжают с Ногинской, я спрашивала, откуда приезжают детские надувные и батуты, и всякие… А с Ногинской надувные? Да, я сама с внучкой ходила, и я говорю, тут с Ногинской, а в Ногинске есть все, у нас здесь, и не могут сделать для детей, вот что тоже. Поэтому пустили, приехал коммерсант, который предложил эти услуги, его пустили. С наших никто не пришел с таким набором услуг, что они могут что-то там сделать. И, честно говоря, тоже немного негатива было, много населения, которые там рядышком не нравятся, что иногда громкая музыка. Напоминаем вам, общественное приемное местного отделения «Единая Россия» расположено по адресу улицы имени Карла Маркса, 4, телефон приемный 8-496-43-501-49. Встреча лидера партии «За женщин России» Галины Хавраевой и главы «Электрогорска» Игоря Красавина прошла в четверг в администрации нашего города. О чем они говорили, вы узнаете из нашего следующего сюжета. В четверг, 18 июля, с визитом в «Электрогорске» побывала лидер Народной партии «За женщин России» Галина Федоровна Хавраева. Цель визита – познакомить регион Подмосковья с партией. Встреча Галины Хавраевой и главы «Электрогорска» Игоря Красавина прошла в здании администрации. Гостья рассказала о взглядах и стратегических целях партии. Партия у нас не женская, у нас больше половины мужчин. Это вот в основном молодые люди, которые пришли в нашу партию, когда была реорганизация в армии. Офицеры с прекрасным образованием, со знанием дела пришли со своими программами, проектами, как изменить то место, где они живут. «Первостепенно – это, конечно же, прийти во власть и повлиять на законодательную власть, для того, чтобы изменить какие-то законы в поддержку семьи. Это прежде всего. И еще вот параллельно к этому во власть мы приходим не для того, чтобы сместить мужчину и занять его место. Ни в коем случае мы приходим для того, чтобы встать рядом с мужчиной и заниматься тактикой, заниматься вот теми проблемами, нюансами социальными, которые сегодня решены в обществе. Мужчина – у нас стратег, а женщина – тактик. К сожалению, кандидат в губернаторы Московской области от партии «За женщин России» Светлана Казанцева не смогла прибыть в Электрогорск своевременно. Причина знакомая – пробки. Но Галина Федоровна сама рассказала о кандидате и ее работе. Она жена офицера, человек, который много работал и работает с женсоветами. Человек, который такой есть в Подмосковье, детское общество «Солнечный круг». Вы, наверное, много слышали о нем. Она его основала и много-много лет работает с этим общественным движением, возглавляет это общественное движение. Очень адекватный человек, мудрый человек. Она тоже знает свое место. Она прекрасна. У них вся семья. Брат у нее был командиром части связистов в Троицке, которые последние. То есть она ее очень хорошо знает в Подмосковье, и в Одинцово в городе, и в Дмитриеве в городе. Она очень много в силу этого общественного движения проводила всяких мероприятий, на которых приезжали люди из разных районов Подмосковья. Партийцы пропагандируют идею о том, что главная ценность нашего общества – это семья. Наш главный лозунг – спасем семью, спасем Россию. Мы считаем, что до тех пор, пока не будет восстановлена семья, никакие инновации в нашем государстве не пойдут. Потому как в семье закладывается и духовность, и державность, и нравственная основа. Все закладывается. И уважение. Это все там. Поэтому, когда человек в общество выходит в школу, школа не может заниматься изначальным воспитанием. Она помогает ему адаптироваться к сегодняшней жизни, дает образование и основные правила жизни в этом обществе. Это то, чем занимается школа. А главное – это семья. И вот мы считаем, что как помочь семье – это не обязательно туда влить огромное количество денег. А нужно, прежде всего, разобраться, что сегодня происходит с семьей. Нужно поговорить с людьми. Нужно, мы считаем, вот партия, дать удочку и научить людей ловить рыбу. Спасем семью, спасем Россию, утверждает Галина Хавраева. Однако, к вопросу о разводе руководителя нашей страны Владимира Путина, лидер партии, относится достаточно лояльно. Правильно, очень здорово, когда человек – президент такой великой страны, когда он не озвучил о проблемах, которые там есть в семье. Ну, раз произошло вот такое разъединение, значит, там какие-то проблемы есть, мы с вами понимаем. И он этого не стесняется, говорит и принимает это решение на всю страну. Я считаю, это дорогого стоит. Он молодец, он поступил по-мужски, как настоящий мужчина, который сказал, мы сегодня, вот, что-то недопонимаем, мы расходимся сегодня. Это здорово. В связи с тем, что партия носит народный характер, отношение лидера к актуальной проблеме современной России, увеличению числа мигрантов, соответствующее. Я считаю, что должны люди приезжать сюда работать, это должно быть под таким контролем. Таковы основные представления и взгляды партии, которые раскрыла перед нами ее лидер Галина Хавраева в преддверии выборов на пост губернатора Московской области. В рамках губернаторской программы «Наши Подмосковья» детский сад номер 35 будет достраиваться. Подробности вы узнаете из нашего следующего сюжета. За этим забором скоро начнется строительство нового корпуса детского сада номер 35 «Елочка». 16 июля во вторник прошло очередное совещание по строительству. Строительство проходит в рамках программы «Наши Подмосковья». Завершение планируется к 15 декабря, а сдача в эксплуатацию – 25 декабря 2013 года. На совещании присутствовали представители электрогорского ТСК «Мосэнерго», ЭЛЭК, городской администрации, компаний-застройщика инженерии и компаний-подрядчика ООО «Колос». Обсуждались вопросы, связанные с внешними коммуникациями. Работы не могут начаться, пока не будет разработан и утвержден соответствующий проект. О целях совещания и проблемах, замедляющих ход работы, рассказал Владимир Кощеев, заместитель директора электрогорского филиала ТСК «Мосэнерго». Цель – ускорить и оптимизировать производство работ по прокладке коммуникации к вновь строящемуся детскому саду. А какие проблемы выявили сегодня? Выявили то, что много сложностей по прокладке коммуникаций из-за того, что в земле лежит много старого оборудования, кабеля, труб, коммуникаций. В итоге совещания, завершившегося непосредственно на строительной площадке, глава города Игорь Красавин отдал распоряжение обсудить с проектировщиками вопросы по подключению коммуникаций и найти их решение к следующему вторнику, 23 июля. Сроки минимальны. На самом деле ответственность лежит на нас, на всех. Поэтому каждый день должен понимать. Если нужно вмешательство в мое личное или Федор Евгеньевич, значит, сразу же говорите просто, кому позвонить, кого потеребить, от кого идет тормоз или непонимание. МАЭС, любые компании, чтобы мы сообща вот это дело сдвинули, и все пошло, чтобы у нас каждый день был плодотворным и результативным. Еще раз. 15 декабря мы должны сдавать дом. Вернее, детский садик 25 декабря. Вот эксплуатацию. Генподрядчики в курсе. Сроки минимальны. Вы, как строители, головой машете. Вы понимаете, что тяжело, но глаза боятся, руки делают. Поэтому основные объемы на 99% мы должны выполнить. Все остальное, какие-то уже мелкие будут моменты. Будем нам еще параллельно фасады облагородить, значит, благоустройство сделать, работы, непочаток района. Для этого мы даже ребятишек переселяем, чтобы они пока потерпели, помучились, но зато создать нормальные условия. Своими рабочими планами поделился представитель компании «Колос» Алексей Комицын. Так сказать, по моим знаниям, здесь будет пристройка к этому детскому саду, расширение этого детского сада. Нас пригласили здесь вынести в сети, которые сейчас мешают для строительства, и потом проложить новые для подключения этого садика. В обязанности подрядчика входит прокладка внешних коммуникационных сетей. Но пока приступить к выполнению своей части работы «Колос» не может. Видите, как планировать? Проекта нет, еще не определено, где пойдет трасса, какой диаметр пойдет трасса. То есть материалов еще тоже не закуплено. На сегодня, вот на сейчас договор не заключен. А чтобы его заключить, значит, надо проект, чтобы хоть о чем говорить. Вот пока в это упирается в документацию. Будет документация, я думаю, что проблем не будет. Мы надеемся, что проблемы с документацией в скором времени разрешатся, и строительство нового корпуса садика можно будет начинать. Для чего глава города встречался с жителями 35-го дома по улице Советской, и какие вопросы там поднимались, смотрите далее. В понедельник, 15 июля, состоялась встреча главы города Игоря Красавина с жильцами дома номер 35 по улице Советской. Этот дом раньше принадлежал мебельному комбинату. Теперь судьба его неизвестна. Это и стало поводом организовать собрание, основная цель которого отразилась в вопросах жителей, касающихся передачи дома и собственности компании Кроношпан, выкупившей мебельный комбинат на баланс города. Здание общежития компании Кроношпан должна передать городу без долгов, поэтому жильцам дома необходимо внести просроченные платежи. Значит, они должны нам передать без долгов это здание, поэтому сейчас они это понимают. Поэтому я думаю, что у вас все-таки здесь, все, кто живет, исправно платят. Мы это будем проверять, я вам сразу же говорю, чтобы вы передали всем своим соседям, друзьям, подругам. Кто не платильщик и будет строго к нему применяться меры, значит, и будем вопросы решать с населением. Я вам говорю, это однозначно, потому что мы должны начать как вот с чистого листа. Большинство жильцов хотят, чтобы их комнаты стали их собственностью, но тогда возникнет необходимость оплачивать и подсобные помещения общежития, которыми они пользуются. Для заключения сделки передачи дома Кроношпан готовит пакет документов. Эта процедура затягивается из-за проблемы с лицевыми счетами. У самих жильцов другая проблема. Они не могут найти выписки из домовой книги. Вы поймите, паспортный стол не обязан ввести учет в домовых книг. И тем более не обязан. Делайте их не просто. Нет, паспортный стол ведет только паспортный учет. Выписки из домовых книг ведут специальные сотрудники паспортно-визовой службы, которые числятся на тех организациях и предприятиях, в ведении которых находится жилой фонд. В нашем городе это Ленково. Когда общежитие будет в Ленково, там есть ЖКО, здесь он находится, где есть паспортист, который этим будет заниматься. Получается, что все документы будут приведены в порядок только когда общежитие передадут городу? В связи с этим Игорь Красавин призвал собравшихся работать во взаимодействии, чтобы ускорить процесс обмена документов с компанией Кроношпан. Вы просто немножко потерпите, они сейчас разбираются. Самое главное, чтобы вы все услышали, что у нас есть полное взаимопонимание, что у них есть желание передать, передать правильно, они над этим работают. И я, когда был, я встречался с руководителем не только Кроношпана, да, руководителем самым в России, кто ответственен за этот процесс, ну, в том числе и с юридической службой. Вот самый важный момент. Вот если бы не было этого взаимопонимания, вот тогда бы уже, наверное, начались бы проблемы. А сейчас просто потерпите. Потому что здесь много, если бы, понимаете, пришли бы и было бы все на голубой каёбочке лежали, вот вам документы, вот вам ключики, вот все прозрачно, знаете, до свидания, за два дня сделали и разъехали. А у нас в стране, в России мы живем, вы сами знаете, что не получается так. Была затронта и проблема придомовой территории, которая оказалась бесхозной. Вот у нас площадка детская, которая расположена между нашим домом и общежитием. Другой стороной? Она, значит, частично. Другой стороной? А, здесь, да. Она, значит, половина, которая идет к общежитию, она не убирается, не красится. Которая идет к дому 43, она убирается, убирается, красится. Гендиректор Укай Ленком подтвердил существование проблемы, назвав причину. Дом 35 не находится в ведении Ленкома. Через час с небольшим обсуждение вопросов перенесли из зала во двор, где представители администрации лично убедились в плачевном состоянии дел и пообещали улучшить ситуацию. О планах работы антитеррористической комиссии смотрите в нашем сюжете. 16 июля в актовом зале администрации состоялось совещание антитеррористической комиссии. Цель рабочей комиссии – проверка и обеспечение общими усилиями антитеррористической безопасности на предприятиях, в организациях и общеобразовательных учреждениях. Объекты мы определим и сегодня в рабочем порядке, до руководителей структурных подразделений, в чем ведение находится. Доведем маршрут, примерно время рассчитаем, где мы будем. Прошу подготовить на местах паспорта защищенностью объектов, по пожарной безопасности документы, хотя там нет представителей МЧС, но эти вопросы... Комиссия в ходе своей работы будет заниматься следующими вопросами. Проверкой наличия нормативных, правовых, распорядительных документов об организации деятельности муниципального образования, планированием работы городской антитеррористической комиссии, проверкой состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пробыванием людей и жизнеобеспечением населения. Обсудив еще ряд вопросов и наметив план работы на ближайшее время, антитеррористическая комиссия завершила свою работу. Спасибо большое. Ответ на вопрос, почему сегодня не было горячей воды, дает представитель МОСЭНЕРГО Евгений Добрышин. Две недели мы честно ждали возвращения горячей воды. Казалось, что суета с кастрюлями и тазами не завершится никогда. Назначенный срок все же незаметно наступил, а горячая вода из крана почему-то не появилась. Что же случилось? Об этом нам расскажет главный инженер электрогорского филиала ТСК МОСЭНЕРГО Евгений Добрышин. В настоящий момент мы находимся рядом со второй болерной, которая относится к ТСК МОСЭНЕРГО. Вот как вы видите, производятся работы по монтажу трубопроводов горячего водоснабжения, но эти работы ведутся не силами нашей организации. Данные работы проводятся силами организации «Бизнес-стройкомплекс». Которые непосредственно ведут, увеличивают диаметр теплотрассы на 400-ю к жилым домам по улице Ухтомского. Данное предприятие, значит, не санкционировано, не согласовываясь с нами, вырезало два трубопровода, которые непосредственно идут на бойлерную, поставляя сетевую воду для нагрева питьевой воды, не поставив нас об этом безвестность. И вовремя не произвела монтаж данных узлов, что в свою очередь привезло к сбою подачи горячего водоснабжения от на микрорайон Горького и на улицу Ухтомского. На момент выхода этого сюжета в эфир все те, кто был обделен, уже должны сидеть у голубых экранов чисто вымытыми и довольными. Получилось? В минувшие выходные организации нашего города в составе семи команд приняли участие в туристическом слете. Соревнования, конкурсы, игры, о том, как прошло мероприятие и кто занял первое место, смотрите далее. 17-й туристический слет состоялся в прошедшие выходные на территории Орехово-Зуевского района. Семь команд от предприятий, учреждений и организаций нашего города приняли в нем участие. На этом поле расположились разные организации нашего города. Все потому, что сегодня пройдет открытие тур слета. Давайте сейчас пройдем и посмотрим, чем же занимается каждый из команд. Команды разбили лагерь. Взяв с собой все необходимое, создали для себя благоприятные условия и чувствовали себя как дома. Впереди всех ждала торжественная часть. Команды принялись репетировать свое приветствие. А мы тем временем выяснили, кто организовывал мероприятие. Если изначально, то, конечно, в первую очередь у нас Оргкомитет. То есть это на базе администрации. То есть администрация входит в Оргкомитет. Непосредственно начальник отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма. Это у нас Зайна Пушкурбанна Муженко. То есть вот она основной в Оргкомитете человек. Это замглавы Матвиенко Ольга Олеговна. То есть также, если бы, наверное, они не взялись за это дело, то у нас, как и в том и позатом году, вряд ли бы что получилось. Ну а уж по месту, по программе, тут как бы мне выпала такая честь это, скажем так, подсказать, потому что я уже не первый год этот слет веду. Подошло время для торжественного открытия. Слово предоставили главе города Игорю Красавину. И на самом деле это замечательный городской праздник. Спасибо, что вы откликнулись на это мероприятие. Я знаю даже по коллективу администрации, как серьезно подходили они к подготовке к этому мероприятию. Мы тренировались, готовились, репетировали. Я думаю, что многие из вас точно так же поступали. Но сегодня на самом деле и завтра, и послезавтра не будет победителей и проигравших. Мы собрались для того, чтобы уделить внимание друг другу, друзьям, товарищам, коллегам, для того, чтобы просто приятно отдохнуть. Под гимн России участники команды победителей прошлого туристического слета подняли флаг. После чего начался конкурс визитных карточек. И на следующий день участников ждали новые конкурсы и соревнования. С утра готовилась полоса препятствий. Полоса препятствий уже готова, сейчас команда начнут проходить испытания. Первыми, согласно жеребьевке, пошла проходить испытания команда администрации БЭМС. Давай, ползите, кто там... Все, пошла, Настя, давай! Какое испытание для вас было самое сложное? Для меня, например, была бабочка. Посередине прошла я на ногах ее, а когда пересекаешь, садишься на попу, и дальше идешь, а она становится все шире и шире. Вот тогда было тяжело вставать просто на ноги. У меня, наверное, самым сложным было бревно. Но после ряда испытаний уже очень сложно было держать равновесие, потому что оно качалось, и приходилось пересекать его лежа, ободрала все, что могла. А в это время для других команд начались соревнования по волейболу и футболу. Ориентирование на местности, конкурсы художественной самодеятельности, капитанов, поваров, водная дистанция, перетягивание каната – эти и другие соревнования ждали участников. Для чего нужны такие туристические слеты? На этот вопрос нам ответил глава города Игорь Красавин. Первый, конечно, это лишний раз уделить внимание нашим коллективам, нашим предприятиям, нашим коллегам. Любой турслет, любое приятное времяпровождение, оно только объединяет, наверное, коллективы и мотивирует. Ну, наверное, на хорошие поступки, на хорошие дела. Это лишний раз уделить внимание детям, друзьям, пообщаться, тем более замечательная летняя погода. И уже на третий день состоялось закрытие турслета. Команда получила много грамот в разных номинациях. Третье место в 17-м городском туристическом слете заняла команда «Илинком». Второе место у команды «Лесовик». И первое место заняла команда «Бэмс». Уехали наши слетовцы с хорошим настроением. Того эмоционального заряда, что подарил им прошедшие выходные, должно хватить им надолго. Интеллектуальная игра – это вид развлечения, основанное на применении игроками своей эрудиции. Как прошли интеллектуальные игры в пришкольном лагере лицея? Смотрите далее. 17 июля в пришкольном лагере лицея педагог Центра внешкольных работ «Истоки» Татьяна Полякова организовал для ребят первого отряда интеллектуальную викторину «Заряди мозги». Дети с удовольствием разгадывали загадки и играли в логические игры. А вот следующее – хоровая. Я читаю слово, а вы говорите в противоположные значения. Жар. Холод. Вверх. Ниже. Володный. Николайский. Дайвокий. Близкий. Сильный. Слабавый. А вот теперь – врачка. Интеллектуальные игры стимулируют мыслительную активность детей. Будем надеяться, что сегодняшнее мероприятие показало ребятам, что увлекательными могут быть не только компьютерные игры. Праздник лета устроили воспитанники детского сада 41 своим воспитанникам. Стихи, загадки, хоровод, танцы, веселая эстафета – все это в репортаже Татьяны Шевалины из «Чудесного мира детства». Кто больше всех любит лето? Конечно же, дети. И поэтому детский сад номер 41 «Гнездышко» устраивает праздник лета. Праздник удался. И потому что дети хотели веселиться, и потому что ведущий Незнайка был веселый, приготовил много интересных заданий и нашел добрые слова для всех малышей. Открыли праздник лета, исполненные воспитанниками «Гнездышко» стихи. Что ты мне подаришь, лето? Много солнечного света. В небе радугу-дугу и ромашки на лугу. Что еще подаришь мне? Ключ, звенящий в тишине. Клены, сосны и дубы, землянику и грибы. Подарю тебе кукушку, чтобы выйти на окушку. Ты спокойно крикнул ей, погадай-ка мне скорей. А она тебе в ответ нагадала много лет. С радостью малыши прошли все препятствия и решили все задачки-загадки. Ярко и доброе светит всем в окошко. Мы попросим ласково нас погреть немножко. Солнышко! Правильно, солнышко! А за свою смекалку и сноровку получили сюрприз. После дружного прохождения дорожки и эстафеты за ручку с красавицей ромашкой детвора обнаружила тайник с сочными грушами. Вот так угощение. Вам понравился праздник? Да! Дружное смакование даров природы, веселые танцы на свежем воздухе завершили праздник лета. Кто автор скульптур, сделавших наш город намного ярче? Чем еще готовы порадовать жители Электрогорска, управляющие компанией и Ленком? Ответы на эти вопросы вы узнаете далее. В городе продолжаются работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Среди них капитальный ремонт трубопроводов канализации в жилых домах по улице Мухтомского, Некрасова, Советской. Управляющей компанией Ленком установлены светильники и приборы учета в жилых домах на улице Горького. Ленком продолжает благоустройство города. Мы приступили к установке новой композиции, которая будет располагаться в пешеходной зоне на пересечении улицы Горького и улицы Советская. О своей работе над композицией рассказал Альберт Аганесян, ее автор. Альберт Мисакович, расскажите, пожалуйста, что за скульптура и как планируется ее разнообразить? Это будет скульптура Емели, которую воды хочет он забрать из речки, а вдруг попадается щука. А здесь чуть-чуть другой вариант, чуть-чуть каркатурный, современный, скорее всего. Здесь рядом будет колодец, в колодице ведро, и с удочкой он, когда поднимает ведро, там оказывается щука. Это еще не закончено, это, грубо говоря, в оболочке он находится, Емеля внутри там. Эта гипсовая форма мы будем сломать, и там внутри Емеля, тогда и будем покрасить. Понятно, а почему вы выбрали именно такую тему для своей скульптуры? Это они попросили, они попросили. Попросили делать Емелю, а композицию все думал я. Много новых проектов готовит Альберт Мисакович. Уже есть эскизы, вылеплены миниатюрные скульптуры. В скором времени мы познакомим вас поближе с этим человеком, светлым, приветливым и талантливым художником из Армении. Мы следим за ходом голосования за Коломенский Кремль. Коломенский Кремль победил в первом туре. Впереди второй этап конкурса. На сегодняшний день за Коломенский Кремль проголосовало почти 700 тысяч человек. Продолжаем поддерживать «Жемчужину России». Коломенский Кремль, «Жемчужина Подмосковья», уверенно победил в первом туре федерального конкурса «Россия-10», заняв первую строчку среди всех номинантов Центрального федерального округа. Голосуете ли вы за Коломенский Кремль? Да. А как вы голосуете? Посредством интернет или смс-голосованием? Только через интернет. А почему вы голосуете? Потому что я хочу поддержать Коломенский Кремль, так как это достаточно красивое место. Голосуете ли вы за Коломенский Кремль? Да. А как вы голосуете? Посредством интернета или смс-голосованием? Посредством интернета. А почему вы голосуете за него? Потому что это сердце России, мы будем его поддерживать. Как и прежде, проголосовать за Коломенский Кремль можно на сайте проекта 10-россия.ру или 10-россия.рф. Напомним, что с одного компьютера в сутки можно проголосовать трижды. Появился и вариант смс-голосования. Каждому объекту присваивается уникальный код, который следует переслать на короткий номер 1880. В каждом сообщении можно отметить от одного до трех объектов. В том числе допускается вариант с указанием одного и того же кода. Для голосования за Коломенский Кремль необходимо отправить сообщение с текстом 61616161. 61 код Коломенского Кремля между цифрами необходимо ставить пробел на короткий номер 1880. Количество смс с одного телефона не ограничено. Стоимость отправки зависит от сотового оператора, но не более 3 рублей 54 копеек. Финал проекта «Россия-10» пройдет в период со 2 по 29 сентября. 10 отобранных объектов, как ожидается, будут воспроизведены в уменьшенных масштабах в Национальном парке России, который появится в Домодедовском районе Подмосковья. Продолжается конкурс «Наши Подмосковья» на премии губернатора Московской области. О конкурсе «Наши Подмосковья» мы вам уже рассказывали. Известная и любимая нами электрогорская театральная студия «Дебют» также участвует в этом конкурсе. Светлана Федоровна, расскажите, пожалуйста, почему вы решили участвовать в конкурсе на губернаторскую премию? За протяжении последних трех лет очень много сделано в рамках гражданского патриотического воспитания молодежи. Номинации «Во имя жизни». В проект «Я патриот» вошли мероприятия достижения за последние три года. Принцип очень простой. От простого к сложному. Чтобы не совсем интересный термин «патриотизм» стал нашим молодым, юным, очень интересным, насыщенным изнутри эмоционально. Не просто историческими фактами, а своими эмоциями, своими переживаниями. Песня «Письма твои получая, слышу я голос живой, А нежка струнчий синий потачек снова встает предо мной. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота, Будь проклят 41-й год И вмерзший в снега пехота Что значит от простого к сложному? Это значит от любви к родине, воспетой поэзией Сергея Есенина От понимания красоты родного края От понимания любви к близким К возможности защищать нашу огромную страну Что отражается уже непосредственно в мероприятиях, посвященных И Дню Победы, и, конечно же, Чернобыльской катастрофе Память сколько! Память на бар! Бей! Болью сердца стучат! Люди, кого она коснулась! Жизнь родить детей, отцов! Шоу, друзей никогда не забудет! 26 апреля 1986 года Скажите, пожалуйста, чего вы ждете от этого конкурса для себя? Каких, я не знаю, достижений? Или что это для вас какая-то планка в вашей работе новая? Ну, конечно, это определенного рода планка Это признание работы Это возможность реализоваться дальше Потому как будут премии в трех вариантах Первое, второе и третье место Ну, значит, чем больше финансовых возможностей, тем больше реализации Премии губернатора выплачиваются гражданам Российской Федерации За уже реализованные проекты Конкурс проводится в 18 номинациях, разделенных на три основных направления Мое Подмосковье, люди Подмосковья, во имя человека Принять участие в нем могут государственные и муниципальные учреждения Культурные и образовательные центры Органы территориального общественного самоуправления Благотворительные и другие организации А также физические лица, достигшие 18 лет Призовой фонд конкурса «Весомый» Первая премия составит 100 тысяч рублей Вторая – 50 тысяч Третья – 25 тысяч рублей Цель конкурса – поощрение проявления социальной и гражданской активности жителей Московской области Свыше 10 заявок о важных общественно значимых проектов Уже поступило от жителей Электрогорска Всего от городов Подмосковья поступило более 500 заявок Я приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашего Подмосковья Принять участие в конкурсе и своим примером показать Что благополучие региона, в котором мы живем, зависит от нас самих Заявил Андрей Воробьев Прошли игры по дворовому футболу и на первенство Павла Посадского района Результаты игры в рубрике «Спорт» 10 июля команда детско-юношеской спортивной школы выезжала в город Павловский Посад На игру первенства Павла Посадского района по футболу среди юношей 2001-2002 годов рождения И со счетом 0-3 выиграла у команды Дрезна 11 июля команда Дюсш выезжала в город Павловский Посад на игру первенства Павловского района по футболу среди юношей 2003-2005 годов рождения На стадионе «Надежда» электрогорская команда сыграла с командой «Надежда» Счет 0-0 В этот день команда детско-юношеской спортивной школы также встретилась с командой «Тигра» на стадионе «Надежда» Со счетом 4-0 победу одержала команда «Тигра» 12 июля команда Дюсш выезжала в город Павловский Посад на игру первенства Павла Посадского района по футболу среди юношей 1997-2000 годов рождения Команда «Дюсш» выиграла у команды «Кавриги» на счет 2-3 13 июля на спортивной площадке по улице Советская состоялись игры-турниры среди дворовых команд по мини-футболу Команда «Милан» встретилась с командой «Торпеда» Счет 6-4 Команда «Метеор» со счетом 3-0 выиграла у команды «Горького» 2 А команда «Пламя» уступила команде «Факел» Счет 4-8 14 июля команда «Элемет» выезжала в поселок Большие дворы На игру первенства Павла Посадского района по футболу среди взрослых команд первой группы Команда «Элемет» сыграла в ничью с командой «Рахманова» Счет 2-2 Также в этот день на городском стадионе имени Колоссона состоялись игры первенства Павла Посадского района по футболу среди взрослых команд высшей группы Команда «Эколаб» сыграла с командой «Арсенал» Со счетом 2-1 победу одержала команда «Эколаб» А команда «Вымпел» встречалась с командой «ПТП». Матч закончился в ничью. Счет 2-2. У меня все. Это все новости за неделю. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok